Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу очень теплый и простой детский снуд спицами. Именно эта модель снуда шарфа уже не первый сезон представлена во всех знаменитых сетевых магазинах. За счет простой и лаконичной детали он очень стильно смотрится и подойдет к любому головному убору. Я приготовила нить, у меня стопроцентная шерсть по характеристикам нити в 100 граммах 90 метров, что вы могли ориентироваться. Пряжа подойдет любая, любого цвета. У меня вот 5 сложений ниточка, можно 1 2 3 сложения использовать любую нить. Также я приготовила спицы номер 6, контрастную пряжу. Пряжа может быть та же самая, только другого цвета или вообще другая пряжа. Вот у меня шнур и крючок номер 5. Также мне потребуется толстая игла для сшивания пряжи и ножницы. С помощью крючка и контрастной нити я создаю первую петлю и мне нужна цепочка из воздушных петель. Количество этих петель перекликается с количеством петель набора на спицы. Так как вязать я буду от 42 петель по спицам, я набираю немножко больше. Я думаю, что 45 воздушных петель будет достаточно. Готово. По лицу это косичка из воздушных петель. По изнанке есть задняя перемычка, в которую я и буду вставлять крючок. Поочередно в каждую перемычку, подхватывая рабочую нить. Первая петля, вторая, третья и так далее. Поочередно набираю 42 петли. Эти петли нужно будет переодевать на спицу. Такой набор петель обеспечит открытый край после удаления контрастной нити. Открытые петли нужны для мягкого эластичного трикотажного шва по изделию, чтобы не было уплотнений. Если вы не преследуете такой цели, то набрать 42 петли вы можете любым удобным способом. После чего просто шов по изделию тоже сделать привычным способом. Я вяжу спицами от нитпро из коллекции день и ночь. Эти спицы наполовину светлые, наполовину темные. Специально для вязания темной и светлой пряжи. На контрасте лучше видно и глаза меньше устают. В комплект входит 8 пар спиц и съемные лески. Ссылку на этот комплект спиц на продавца и производителя профессиональных инструментов для вязания я оставляю в описании под этим роликом. Продолжим вязанием. Первую петлю я провязываю за заднюю стенку лицевой и все последующие тоже лицевые за заднюю стенку до конца ряда. В конце ряда необходимо сомкнуть вязание в круг. Первый ряд провязан. Здесь можно выровнять, подтянуть петельки. Напоминаю, так как у меня 42 петли, можно посчитать, а можно на глаз поделить петли пополам и вытянуть леску. Так буду смыкать вязание в круг. Рабочую нить по ходу вязания вытягиваю дальнюю спицу. Следующий ряд изнаночный. Чередуя изнаночные лицевые ряды, я получу платочное полотно. Очень эластичное, плотное и теплое. Изнаночные я провязываю за переднюю стенку. Половина ряда провязана. Теперь снова протягиваю спицу, переворачиваю вязание и рабочую спицу вытягиваю, продолжая второй ряд. Итак, поочередно лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, навязываю необходимую рядность. Каждый раз, когда рабочая петля подходит к концу полуряда, я перетягиваю спицы, переворачиваю вязание и вытягиваю ту спицу, на которую буду снимать петли. Лицевые вяжу за заднюю стенку, чтобы не было перекруто петли у основания. Продолжаю вязать ряд за рядом. В общей сложности я провязала 122 ряда. У меня получилась труба платочной вязкой. Размер заготовки 54 сантиметра на 15 сантиметров. Теперь мне нужно удалить контрастную нить и одеть петли на спицы. Распускаю косичку и собираю петельки. Если посчитать, здесь будет одной не хватать, поэтому еще одну петлю я здесь добавлю. Собираю по одной, чтобы картина получилась точно такая же, как и с другой стороны. С одной стороны 21 петля, с другой стороны 20 петель. И вот здесь я увожу кончик. Накидываю его еще раз на спицу, чтобы уравняться. Здесь по изнанке прячу и делаю узелок, чтобы все было крепко и он не выскочил. Я отрезала нить с хорошим запасом для осуществления трикотажного шва. И сейчас небольшая хитрость. Спицы смотрят в одну сторону, но мне нужно сделать перекрут по полотну. Следующим образом переворачиваю спицы в другую сторону. И так образуется здесь очень красивый и уютный перекрут по снуду. Теперь для того, чтобы спицы снова смотрели в одну сторону, я протягиваю и ровно половину переодеваю на другую спицу. Для удобства, чтобы спицы оказались с той стороны, где у меня запас нити для сшивания. Трикотажным швом образуется еще пара рядов, поэтому важно следить, что начало вязания у нас обусловлено лицевым рядом, а окончание вязания изнаночным. Чтобы не был нарушен рисунок и стык в стык продолжил узор платочной вязки. 21 петля переодета. Здесь делаю протяжку и, несмотря на перекрут, снова спицы смотрят в одну сторону. Теперь беру иглу и начинаю сшивание петля в петлю. Здесь очень внимательно. Верхняя часть закончилась лицевым рядом, нижняя изнаночным. Очень легко посмотреть на предыдущий ряд и понять, как должна идти нить. С этой стороны окончание нити. И первый раз я вставляю, чтобы повторить вот эту петлю. Вот из предыдущей петли нить выходит снизу вверх. Точно так же здесь я провожу иглу снизу вверх. Здесь у меня должен появиться еще один лицевой ряд. Протянула всю длину нити. Можно сбросить эту петлю со спицы. С этой стороны мне нужно образовать изнаночный ряд. Обращаю ваше внимание, вот она петля изнаночного ряда. Она идет в петлю сверху вниз. Точно так же я делаю и здесь. Сверху вниз вставляю иглу в петлю. Протягиваю. По одной петли с каждой стороны я уже захватила. Следующий шаг будет задействовать каждый раз по две петли. Я возвращаюсь в нижнюю петлю, которая снята спицей, сверху вниз и подхватываю следующую снизу вверх. То есть наоборот. Петли оказываются спинка к спинке. И идет имитация лицевого ряда. Вот сверх ниже стороны мне нужно напротив изнаночный ряд. Поэтому отслеживаю как проходит нить в предыдущем изнаночном. Нужно вставить снизу вверх в уже задействованную петлю и наоборот в соседнюю. То есть сверху вниз. Слежу чтобы петлю основания не были перекручены. Вот сверху вниз в следующую. Задействовала две петли с одной и две петли с другой стороны. Сейчас еще раз покажу все медленно. Не слишком тяну, чтобы не затужить этот ряд и он был такой же эластичный как остальные. Еще раз медленно. Внизу лицевой ряд. Та петля, которая уже снята со спицы, будет задействована еще раз. И по сути, я вставляю иглу на встречу той нити, которая из нее уже выходит. Вставляю сверху вниз, а в соседнюю наоборот снизу вверх. И снимаю еще одну петлю, протягивая нить. Не затягиваю слишком туго. Готово. Теперь по верху у меня образуется изнаночный ряд. Петля уже снятая спиц со спицей и один раз задействованная. В нее вставляю иглу на встречу той нити, которая уже вставлена снизу вверх и в соседнюю петлю наоборот. Слежу, чтобы она не была перекручена. Вот она петля. Вставляю сверху вниз. То есть с лица наизнанку. Каждый раз две петли подхватываю и вставляю в них иглу с разных сторон. Тогда рисунок узор полотна не собьется. Последний раз нахожу петлю, которая уже снята. Вставляю иглу сверху вниз, в соседнюю снизу вверх. Перемещаю петли на нить. Далее перехожу на верхнюю часть. Петля немножко отвернута от меня. Я вставляю в нее снизу вверх, а в соседнюю сверху вниз. И снимаю ее со спиц. И так продолжаю, пока не закончатся петли. Я подхожу к завершающим стежкам. Вставляю иглу по нижней части в две петли. И по низу у меня заканчиваются петли. Поверху продолжаю то же самое. Теперь мне нужно вернуться вниз уже в задействованную петлю и подхватить еще одну петлю, которая была задействована в самом начале. И вернуться наверх. В задействованную и в последнюю нужно мне направление. Здесь сейчас я закреплюсь по низу. И можно будет увести нить наизнанку с помощью узелка. Закрепите ее. Мой теплый и уютный снуд воротничок готов. Очень стильный и необычный. Выполнить работу можно любым узором. Для вас вставляю найденные мной картинки. Так, шахматное полотно и даже резинка прекрасно смотрятся в этом изделии. К снуду можно выполнить шапочку и варежки для ребенка. Все необходимые ссылки на подробные видео, а также на целый плейлист вязания спицами для малышей и взрослых, оставляю для вас в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!